В этом выпуске мы со всей нашей пушистой бандой будем готовиться к Новому году. Но у нас сегодня будет не одна ёлка, а две. Сначала мы украсим свою квартиру вместе с Соней, а потом поедем к маме и будем наряжать там ёлку вместе со всеми остальными. Но этот выпуск интересен не только потому, что он праздничный и яркий, но и потому, что в этом выпуске примет участие новый зверёк, которому мы совсем скоро будем искать хозяина. Кто же это? Узнаете прямо сейчас. Поэтому садитесь поудобнее и приятного просмотра. В Новый год случаются чудеса, и я надеюсь, что вы поможете сотворить настоящее чудо. Все эти 62%, которые смотрят наши видео без подписки, сделайте чудо и подпишитесь на наш канал. Если вы смотрите это видео с телевизора или у кого-то в гостях, самое время достать смартфон, найти на ютубе наш канал и нажать на красную кнопку подписаться. А также давайте украсим этот праздничный выпуск лайкосами и насыпем на него 50 тысяч лайков. Я буду очень рад. А теперь давайте наряжать ёлку и украшать квартиру. Так, у нас тут ёлочка. Она распакованная уже, потому что нам надо было проверить, всё ли правильно пришло. Ещё такую ёлку мы не пользовали, поэтому сейчас будем проверять. Соня, пойдём. Ёлочка у нас будет вот здесь, в этом углу. А пока расскажу, что у нас тут есть. У нас тут есть гирлянда. На окошко мы повесим. Вот так вот красиво будет. Эта гирлянда у нас куда? На ёлку. Это Сонина кофточка сейчас наденем. Здесь у нас снежиночки. Это бантик. Куда? Не знаю. Будем решать. Игрушки на ёлку. Верхушка на ёлку. Игрушки на ёлку. Здесь у нас это... Ну, не будем полностью сыпеться, да. Он уже насыпал аж сколько. Это венок на дверку. А здесь Сонина травка. Надо её сначала помыть, он вообще всё расскажет. Так, сейчас будем смотреть, что за ёлка нам пришла. Ёлочка сыпется, наверное. Или не наверное. О-о-о. Так, надеваем. Получается вот так. Все четыре. Я надеюсь, что следующая ёлочка будет белая. Я очень хотел белую. Туя получилась какая-то. Да, это будет очень долго. Нормально. Это будет очень грязно, я тебе скажу. Она должна быть пушистая, наверное. Сонечка у нас там лежит. Мы тут начали собираться. Она спряталась, испугалась. Подумала, что мы её куда-то сейчас повезём. Каждый раз, когда мы собираемся, Соня убегает и прячется где-нибудь. Вот сейчас в этот раз сидела за столом, за шторой там. Потому что думала, что мы её куда-то сейчас повезём. К врачу или ещё куда-то. Я не знаю, когда это пройдёт. Но это продолжается уже очень долго. Третий месяц мы здесь живём. И мы её с тех пор никуда не возили. Но она всё равно боится. Подожди, какая поменьше, такая верхушка, наверное. Далее идёт эта сторона. А, я просто чисто расправить, чтобы мне дырочку найти. Как я вставлю, если я дырочку не вижу? Вокруг нас делают ремонт. Поэтому время от времени может быть слышно шум ремонта. Не обращайте внимания, мы уже привыкли. Нашёл дырочку. Не лезет. Порезался. Порезался. Верхушка смешная. Ну слушай, она такая нормальная. Я думал, хуже будет. Я помню. Твою ёлочку старенькую. Всё обзывали мысль. Нет, ты расскажи полностью. Я что рассказываю? Это ты рассказываешь. Порезался. Когда мы в каком-то году, 2000 давно, в общем, как-то в каком-то видосе, я показывал ёлку. А ёлка у нас была старая, советская. Но и она была лысоватая. Мне потом в комментариях очень много писали, что не могли найти ёлку получше. А эта ёлка старше меня. Ты ещё скажи, что там макушки не было. Да, и макушки не было. И её ещё приходилось собирать стволы один за одним. И в ветки всовывать прям в стволы. И другим стволом зажимать. Опять ветки всовывать. Опять зажимать. И вот так вот её собирать. Ну, в общем, старая советская ёлка. Но она... Она даже пахла Новым Годом. Вот это вот... У этой просто запах. Просто материал пахнет. А та пахла моим детством. Моим Новым Годом. Моими лучшими Новыми Годами. У нас с тобой сегодня две ёлки предстоит. Где Соня? Чего она? Лежит. Давай-ка попробуем ей надеть. Заказали специально для Сонечки новогоднюю маечку. Кофточку. Пойдём, у нас для тебя есть... Да, да. У нас для тебя есть подарочек. Сейчас она будет немножко бояться. Ты же у нас знаешь такие вещи. В кофточках проходила всю свою молодость. Давай лапку. Одну лапку и другую лапку. Ой, какая красавица. Покажись. Да, непривычно ей. Она уже отвыкла от этих. Раньше мы надевали маечки котикам нашим. Когда часто лечили их, нам надо было капать капельки здесь, чтобы они не лизались. И нам приходилось... Мишка у нас вообще постоянно в маечках ходил, потому что у него была ранка, и мы её закрывали маечками, чтобы не лизал. И Соня тоже. Но она уже отвыкла. О, девка уже ходит по-другому. Ну, в принципе, это всё баловство. На самом деле, вот когда нам действительно надо было надевать, мы надевали. А сейчас это просто баловство. Если тебе, Соня, не нравится, мы снимем. Ну, жалко, ты просто красотка такая. Ох, какая красавица. Мой маленький медвежонок новогодний. Ой, Соня, ты бы видела, какая ты клясящая. Видел бы, Мишка, какая ты клясящая. Ну что, будем ходить, Соня, или снимем? Ты сливаешься с подушечкой. Мне нравится ей. Всё, давай снимать будем. Соня, ты куда? Не нравится. Понятно, что ей это не нравится. Но они потом, когда привыкают, они с ними живут, как ни в чём не бывало. А ещё у нас с Сонем наш новый попрыгунчик. Красиво ходит, как... Они всегда так ходили, когда раньше мы им понадевали эти маечки. Потом они привыкают, и будто бы они с ними родились. Будешь снимать? Ну ладно. Жалко, конечно, Соня такая красотка. Давай я куда-нибудь. Давай Максу наденем. Какому Максу? Горькому. Давай Максимка. Он не сопротивляется, в отличие от Сони. Ему тёпло будет. О, посмотри, какой модный пацан стал. Всё, наш Максим горький. У Горьки стал тёплый. Всё, передал эстафету Кате. А у Кати такие ушки прикольные. Жёлтые под... Ну вы поняли. Давай поиграем с тобой. Давай, давай, скорее. Я забыл. Давай, давай, давай. Скорее, скорее. Ага. Так, поехали. Этот фильм я смотрел в детстве. Я вам сейчас кое-что покажу. Он мне очень сильно напоминает детство. Именно с этим переводом. Очень интересный фильм, на самом деле. Новогодний, рождественский. Сейчас я вам кое-что покажу. Вот она. И вот на такой штучке я его смотрел. Для тех, кто не знает. Для тех, кто помладше. Те, кто постарше, наверное, точно понимают, что это. Это видеокассета для видеомагнитофона. Она вставляется в специальный видак. Сейчас покажу плёночку. Ой. Ну вот как обычно. Ну ё-моё. Взял, сломал память. В общем, вот плёночка. И мы вот так вот смотрели фильмы. И этот фильм каждый раз на Новый год я вставлял в видак и смотрел его, бывало и по несколько раз. 2003 год. Мне тогда было 11 лет, когда у меня появилась эта кассета. И теперь каждый Новый год я обязательно должен посмотреть, чтобы пронюхать этот дух рождественский, новогодний. Звук, к сожалению, не могу включить. Но YouTube может мало ли что. Но я обязательно посмотрю его перед Новым годом. Потому что пока я его не посмотрю, Новый год не наступит. Я думал включить «Один дома», но это как бы самая популярная такая фигня, которую все знают. У всех ассоциируется с Новым годом. Но я решил, пусть лучше будет в памяти о моём детстве. И твоём, да. Полежало немножечко. А, сейчас покажу ещё. Мы же ещё Соне купили кое-что. Особенно для тех, у кого коты любят погрызть цветы, растения какие-то. Обязательно купите своим котикам. Но и перед этим надо её помыть и полить. Сейчас мы всё сделаем. Включаем водичку. Помоем. Потому что она стояла в зоомагазине. Мало ли. Вот такая вот травушка у нас. Животным нужны растения. Особенно домашним, у которых нет доступа к растениям на улице. Чтобы они их кушали. Потому что это для них и витамины, и лекарства. Соня вон у нас немножко подтачивает. Поэтому мы купили ей травку. Одна будет стоять здесь. Так, пошли. Соня, там я поставил тебе. Пожалуйста, проходи, кушай. Вторая будет где? Вот. Эту мы сейчас тоже. Иди сюда. Эту мы сейчас тоже польём. Нормально. Соня, пошли. Одна будет стоять здесь, одна там. Всё, Сонечка, иди покушай травку. Покушай. Она будет периодически, время от времени, приходить и кушать. Всё, нормальная ёлка. Напишите в комментарии, кстати, у кого какие любимые фильмы новогодние. Вот кто что смотрит перед Новым Годом, чтобы поднять рождественский дух, новогоднее настроение. Ребята, пока мы тут разбираемся с ёлочкой, пожалуйста, самое время наставить очень-очень много лайков. Помните, что они продвигают видео в рекомендации. Наш канал сейчас очень сильно в этом нуждается. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Надо очень-очень много подписок. И напишите очень-очень много комментариев. Как обычно. Пока Ютуб не замечает наш канал, кто кроме вас мне ещё в этом поможет. Ну что, давай дальше. Что у нас там по списку идёт? Купили гирлянду, которая оказалась не такая, как нам надо. Она, кстати, не короткая, но сама по себе вот эти цвета мне не очень нравятся. Купили гирлянду, которая оказалась не такая, как нам надо. Продолжаем. Катька сейчас будет вешать игрушки. А хочу веник этот повесить. Чем тебе пахнет? Какие-то ж круты. В общем, вот так вот повесили. Повесили на глазок. Написано, что у этого изделия нет крепления никакого. А долбить тоже жалко дверь. На скотч эта фигня немножко тяжеловатенькая, такая вряд ли будет держаться. Я даже боюсь, чтобы за эту держалась. Держится. Повесит. Мы теперь лишены глазка, потому что вот так это выглядит. Я не знаю, как люди вешают, может, у меня с фантазией все не ок, но это самый простой был способ. Вот так вот будет выглядеть наш веник. Давай дальше. Так, пакетики эти убираем. Сеня, будешь в них делать? Сеня сегодня набегалась, отдыхает. Сеня, вставай. Вставай, кукушечка. Давай сначала попробуем с сереньких, с маленьких. Первая игрушечка пошла. Все достаем. Что-то мы с Катей посмотрели. И решили, что, наверное, мы уберем красные, оставим только белые. Может быть, еще серенькие. Прикрепили бантик, прикрепили белую звезду. Мне кажется, что белые. Здесь будет очень классно смотреться, учитывая, что тут все как бы тоже белое вокруг. Еще будут тут висят огоньки беленькие. Еще надо будет фонарики другие, какие-нибудь однотонные. Чтобы был только один какой-то цвет, наверное, синенький какой-нибудь. Ну, посмотрим еще. Мы так посмотрели, и нам кажется, что надо все-таки здесь все белое делать. Ну и что, посмотрим. Катя тут подняла уже. Все красивенько. Сейчас отодвинем елочку. Будем вешать сюда огоньки. Ну все, сделали тут красоту. Сейчас покажу вам результат. Сюаня. Давай, Катя, добьем уже остатки. И покажем красоту нам. Украсили комнатку. А сейчас мы решили сходить в магазин за продуктами, но не просто так. Мы оставим Соню одну в квартире с вот этой елочкой. Расставим камеру, а потом посмотрим, что из этого получится. Блин. Может быть, она ее вообще скинет. Это будет прикольно, но не прикольно. Пять минут спустя. Пять минут спустя. Пять минут спу. Пять минут. Пять минут спустя. Субтитры создавал DimaTorzok Сёня, покупочки. Давай распаковочку, сёчка. Пошли распаковываться. Да не тащи, я бы. Сёня хотела завезть. Сёня, завезь. Не хочет она уже. Всё. Новогодняя распаковка чья. Кепча. Масра. Кто-то мясной. Это аскорбинка. Это тоже аскорбинка. Ещё. Что это? Мясо какое-то. Пацанам. Попис. Ещё попис. Это мне кашку будет Катька делать скоро. Это руки мыть. Это катан. Это на хлеб. Это в салат. Это в салат. И это в салат. Это на батон. Это в Катьку. Аскорбиночка. Пожалуйста. Далее. Что у нас тут? Это Соня просила. Это тоже мазать. Это так погрызть. Это на бутерброды, да? Самое лучшее вообще. Биу не чистить. И это биу не чистить. Попу мыть. Попу мыть. Даже если лень. Иди-ка всем. Сырочки. Повываливались сырочки. Блин, он совсем разваливается. Что-то ты выбрала не самый удачный. Нормально. Масра. Мама говорит, что я в детстве говорил не масло, а масра. Масра. А, это не масра. Всё? Нет, по весу не всё. Попу мыть. Второй пошёл. У меня уже стола нет. Это Катя себе. Покажи. Как раз подходит. На. Чифирямба. Что-то такое вот понятно, непонятно. Здесь у нас бекончик. Слушай, я уже устал. Вафельки. А это настоящий чек. Шоколадки. Вани. Дрожжи. Зубы чистить. У нас много зубов так с тобой. Влажность. Сметанность. Баночки. Очень люблю завтракать вот этими вот штучками. Сливки. Полакомиться. Ещё полакомиться. Ещё полакомиться. Ещё полакомиться. Соня, ты себе сосулек взяла? Молодец. Так. Кукурузка. Ну, на салатик, на новогодний. Это по-любому. Горошек тоже на салатик. На новогодний. По-любому. Да, блин, сколько же можно этих салфеток. Вот это кусок сыра. Большой тоже на всякие там покрошухи. И маленький батончик. Нет, ещё не всё. Там что-то ещё есть. И это... Ничего. Проверь. А то я, может быть, стол такой вот получился у нас. Ну, прыгай, прыгай. Соня, оцени покупочки. Всё, что тебе, мы уже всё купили. А это на Новый год. И не только. Соня знает, что выбирать. Сразу конфетам моим любимым. Сейчас будем готовиться к празднику. Зубки почистить. Вафельки может. Соня, сливочки. Соня. Соня. С... С... Всё. Итого вот это вот всё. Туды-сюды. Итого вышло 245 белорусских рублёв. Сейчас мы тут быстренько наведём порядок. Всё разложим по своим местам. И будем собираться к маме и наряжать её ёлку вместе со всеми остальными. Здравствуйте, сестра. Привет. Пошли скорее. Скорее. Сейчас она будет просто всех обнимать. Знакомьтесь, это Линда. Эта малышка живёт у моей мамы уже две недели. Собачку выбросили. Тогда на улице стоял сильный мороз. Мама пожалела бедолагу и временно приютила у себя. Это вкратце. Про этого щенка совсем скоро я расскажу в отдельном выпуске. А потом, как обычно, мы с вами должны будем найти ей нового хозяина. Собака потрясающая. Очень ласковая и умная. Смотрите дальше, и вы сами всё увидите. У нас тут игрушки. Босса какая-то... На. Это Мишкина клизма. Мишка. Тая клизма. Шарики, мячики, игрушечки, даже картошка. Она всё грызёт, потому что зубки остренькие. И ещё вот была какая-то игрушка. Мышка была, да, вот что с ней стало. У нас тут повсюду пелёнки. Вот такие вот у нас новости. Будем делать выпуск про эту собачку, будем искать ей хозяина. Ну, как обычно, я рассчитываю только на вашу помощь, на вашу поддержку с распространением этого видео. Обязательно, пожалуйста, очень прошу, когда выйдет видео про эту собачку, помогите расфорсить его вообще максимально, как только возможно. Нам надо срочно найти хозяина, потому что собачка растёт. Надо, чтобы она уже росла своим хозяином постоянно. Мишка. Полегче, братан. Всё, включаем свет. Сейчас будем... Это нормально, это хорошо. С Кузей играет тут, Кузя её по морде, лапой. Ну, и не только по морде. Да, она очень весёлая, очень любит котов, очень любит детей. Хочет прям ко всем, прям хочет и так, и сяк. А коты у нас серьёзные такие мужчины. Скажи, что вы, что вы, не подходи к нам. Мама называет её Линда. Да, Линда? Вот, иди сюда. Иди, покажу тебе, какая ты... Ой, какая ты красавица. Маленькая ещё, молодая, игривая. Острие зюбки, молодые. Прям напоминает босса вообще. Все повадки, все привычки, всё, что мы позабывали. То, что было с боссом 13 уже скоро лет назад, всё она нам напоминает. А ещё расскажу, почему здесь ковёр. Нельзя, Линда, вот буду воспитывать. Нельзя. Всё, понимает. Короче говоря, босс наш. Сейчас свет включу. Босс стал бояться пол. Это не шутка. Подходит сюда, вот так вот. И стоит скулит. Боится наступить сюда. Не знаю, почему. Вот здесь нормально ходит по этому ламинату. Этот ламинат боится. Просто ни с того ни с сего началась такая история. И нас... Тише. Что там происходит? Это нормально. На свой диванчик. Он у нас идёт по коврику. На диван. И только потом туда. Обратно такая же история. Если... Да подожди. Если вот здесь, ну, не будет ковра. Он будет вот тут сидеть и скулить. Мол, сними меня там. Подкинь. Подвези. Вот. Поэтому у нас здесь пока коврик лежит. Иногда бывает, он забывает про то, что он боится пол. И он просто идёт, как ни в чём не бывало. Ты тоже как Босс теперь будешь? Линда, оставь Боссин ковёр. Это его мостик. У тебя... Пожалуйста. На выбор. Бульбы. На. На. На, грызи. Давай. На. На. У собаки зубы режутся, поэтому она сейчас всё будет грызть. Она грызёт всё. Вот. Вот что я ей даю. Морковку? Пожалуйста. Буду грызть морковку. Картошку? Буду грызть картошку. Игрушки. Он с мышкой что сделала? Давай, развлекайся. Белорусская собака. Сейчас мы Босса пока временно перенесём сюда, в эту сторону. А в тот угол поставим ёлочку. Вот. И будем украшать с Мишкой квартирку. Ну, вот так вот и живём. Зато весело. Так. Ну-ка. Чуть-чуть телевизор не прокинули. Давай, вставай, вставай, вставай. Давай, 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 давай. Сашка там диван. Двигай. Иди сюда. Иди ко мне. Иди сюда. Спасибо. Она тебе тряпку принесла? Да. Спасибо. Линда. Вот паразитка, а. Линда. Прекрати. Линда. К сожалению, в тот вечер у нас появились срочные дела, и нам пришлось уехать. Но следующим утром мы вернулись и продолжили подготовку к празднику. Привет, привет, привет. Давно не виделись. Ну, господи. Иди сюда. Ты его съела? Она прям прыгала на него. Мишка, друга защищать надо. Она скажи тоже, друг наш теперь. Босс. Че сидишь как? Как непонятно кто. Ты такой смешный. Сидит, ждет хавку. Босс ждет пайку. С прогулки пришли, еще не кормлены. Босс, ты такой смешный. Босс уже перестал бояться пол. Удивительная собака, честное слово. Стояла здесь, боялся. Поставили сюда, слэпает. Пожалуйста. И в окошечко, как обычно. Ты забываешь, что надо выпендриваться? Босс, ты что со своей подругой сделал? Посмотри. Не жена нам, не боли. Не жена. Босс. А подожди, я же хотел что-то сказать. Повчера не получилось, поэтому нам пришлось уехать. У нас появились дела, и поэтому мы вернулись сегодня. Сейчас будем ставить елку. Меньше слов, дешевле телеграмма. Погнали. Елочка большая. Она высокая, но она сейчас сложена. Себака? Кто там боится? Она думает, это человек? В ее жизни никогда не было елок. Никогда не было елок. Домашнее. Линда, тихо. Лежать, сидеть, молчать. Тихо. Да, все. Все сказала? Все, теперь тихо. Ну, Новый год еще первый получается в ее жизни. Она не знает, что такое елка искусственная, тем более. Может быть... Да! Может быть, уличная знает, а эти нет. Поэтому сейчас для нее будет сюрприз. на, иди. Блин, как достать-то? А самой-то интересно ей. Что такое? Так, значит... Это верховинка. Так, сначала собираем подставочку. Она должна быть... Что-то должно... Линда, помогай. Тебе интересно? Линда, меринда. Вот такая у нас подставочка. Нормально. Теперь тусуем елку в нее. Линда, не будешь бояться? Теперь наша задача ее расправить. Мишка, я тебе твою игрушку принес. Ми, Мурми. Как у вас предпраздничное настроение? Я уже не могу, честное слово У меня просто желание взять маузер, честное слово Мы не знаем, как собака будет реагировать на елку Возможно, будет проявлять какие-то интересы, тягать за эти ветки А возможно, просто примет, как кусок мебели, который тут стоит И не будет на него внимания обращать Первое время посмотрит, а потом привыкнет И будет бегать, как будто бы ни в чем не бывало Мы сейчас ее расправим, а потом будем распушивать Правильно? Правильно Следом за всем этим делом идет у нас вот это вот Сейчас осталось выпрямить все вот эти вот иголочки Кто-то там включил на телеке? Дома ходят Хай ходят Вот кому-кому, а больше вообще все по барабану Вот, верхушка, они все должны вверх идти, более-менее Серединка должны в стороны А нижние должны вниз немножко И она тогда И она тогда что-то обо что получается Я что-то думал, что это было быстрее Вот это вот распушивание Сейчас пока это все дело сделаешь Уже вечер наступит Ми, как вам елочка, Ми? Мне нравится елочка? Твое высшее образование Получил 5-10 тысяч 5-7 тысяч на карте Иди, иди Не хочет Я в этом году посмотрю целиком Иронию Судьбы? Все в твоих руках Просто у меня Новый год без Иронии Судьбы, это не Новый год Я привык с детства, что постоянно у нас готовились к Новому году и по телевизору шла Ирония Судьбы Слушай, это долгий процесс на самом деле Мне почему-то Ну как ты хотел Мне казалось почему-то, что это было быстрее А, я понял, почему это было быстрее Потому что мы это делали втроем Еще и Мишка помогал Так Добрый день Катя Она писает на ковер Ну ты представляешь Босс, Мишка Почему не... Линда, ну что это такое? Ты почему это сделала? Так, ну-ка иди сюда Линда, иди ко мне Пошли Кто это сделал? Ты почему не просишься на улицу? Что ты села? Что ты подлизываешься? Кто это сделал? Ты хочешь пойти на место? Ты хочешь... Ой Прости Прости Немножко по носику пальчиком Ты хочешь пойти на место? Пусти тебя в зал Да ты на ковер нос? Посмотри на меня Мишка Нельзя так делать Ты слышишь? Нельзя На улицу проси Босс же не писает на ковер Нельзя Понятно тебе? Вредина Понятно Линда Нельзя Надо ее воспитывать А то девка не воспитывается Линда Линда Кузя Ты тоже елку жрешь Нельзя Конечно нельзя Кузя Кузя пошли Пошли что ты хотел мне показать Куда идем мы с пятачком? Куда мы с пятачком идем? Нет 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 Билет Пошли Кузенька Пошли мой Кузенька Пошли мой хороший Сейчас будем украшать Видно подержанная Пожеванная Точи зубы Давай точи зубы У тебя есть чем точить зубы Это специально Вот это вот все И вот это вот И вот эти вот кости И вот это На На Да на В багажник все влезет На Это все делается специально Чтобы она не портила Ни мебель Ни грызла Ни обувь Ни грызла Хотя мы все поубирали Повсюду у нас валяются игрушки Чтобы она точила Когти Фу блин Чтобы она точила Зубы Потому что щенок еще Маленький Зубы растут Чешутся Когда босс был маленький Я помню Вот он возьмет какую-то ветку Во время прогулки И тащит ее к подъезду Мы разрешали ему С этой веткой Приходить домой И дома ее точить Потому что лучше веточку точить Правильно чем Да Чем тапки Очень многое напоминает О боссе Маленьком Я кстати вчера сказал 13 лет Боссу не 13 Мы его в 2011 году подобрали Линда Вот этого делать Что? Я тебя прощать не буду Ты провинилась Пишет? Уже 30 минут пишет Нормально Так вот Боссу не 13 лет Боссу нашему 12 Будет За 12 лет Мы в принципе все позабыли Забыли как мы его воспитывали Его привычки детские Щенячие там Ты не нюхай мой платок Я не выздоровел еще И теперь когда появилась она Все напоминает нам О маленьком боссе Пеленки Кладбище Вот это вот Из костей повсюду Об которые постоянно Идешь и ноги ломаешь Валишь ночью в туалет Бабах И все И минус нога А еще она очень все повторяет за боссом Она может не хотеть кушать Но если пошел кушать босс Правильно Морковку грызи А у нее на выбор все Пожалуйста Там все что угодно Это еще не все Еще по всей квартире валяется куча всего Если босс пошел кушать И она будет кушать Если босс бегает Вдруг у босса хорошее настроение То и она будет вместе с ним бегать Если мы смотрим Иронию судьбы И она будет смотреть Иронию судьбы Что там происходит Мишка Не боится меня Бандиты Хулиганы Неслухи Бабушка на меня говорила Когда я маленький был Когда я не слушался На меня Неслух Неслух это то есть Непослушный Неслух Ну типа не слушается Не слушается По-белорусски Это не слухается Значит не слух Линда Иди сюда Оставь котов в покое И сам главное ее лапой Да он сам Она его даже не трогала Он орет Господи чучело Линда 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 Нельзя Нельзя Чего ты его трогаешь Ну не хочет он с тобой играть Ай блин Ага А я про что Кладбище это Не одну ногу поломала Когда босс был маленький Больно Больно Все орет Орет Она просто проходит мимо Не любит тебя Кузя Не любит Три Тири Тири Покруг елочки надо Тири 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 Ух ты Иди И сам идет Кузя ты хочешь люлей получить? Что помогать пришла? Окорочок Окорочок этот Ну что ты Тоже жалиться пришла? Жалиться пришла Кузя давала лапой По мордасе Все Лапой по мордасе Да Ты столько что пописала Она может хотеть Уговорила Катю Чтобы тебя выгулили Да? Мы же хорошо покушали Нам надо теперь погулять Все Я сейчас вас с окошечка поснимаю Побежала такая счастливая Выгнали на улицу Дождалась Дождалась Ой Какая умничка Попросилась на улицу Умничка Очень послушная собачка Повезет человеку Который ее приютит себе Ребят пожалуйста Еще раз напоминаю Потому что Ну это правда очень важно Я скоро сделаю про нее выпуск Я расскажу как она у нас появилась Нам надо будет с вами обязательно Этот видеоролик распространить Очень сильно Пожалуйста Как только возможно Там очень много надо комментариев Будет написать Очень много лайков Настать В общем как обычно Чтобы пихнуть в рекомендации Видос Чтобы нам найти собачки Хозяина Я думаю вы уже знаете Все это Мишка Мишка А еще ребят я вижу Что вы постоянно спрашиваете Когда мы заберем мишку Мы пока не можем Забрать мишку На самом деле Это вопрос В жизни и смерти Практически Да оставьте в покое Кузю Мишка 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 Слышишь Разошелся Что это такое Прекрати А уж как Катя Хочет его забрать Поскорее Вы просто себе Не представляете Я про себя уже молчу Но Катя Это же ее любимый кот Она же мишку своего так любит Как никто никого и никогда Но здесь дело не в нас Пока мы не решим один вопросик Мы не можем забрать с собой мишку Катя сюда приезжает Привозит ему гостинцы Она тут с ним сидит Потому что она по нему Очень сильно скучает Но она ничего не может поделать И все зависит не от нас При всем нашем желании Такие вот у нас дела Ребята Я все видел Умничка Так Сидеть Ты должна прийти и сесть А вдруг у тебя лапки грязные Их надо протереть Ты же у меня умная собачка На порожек села И сиди и жди Вот когда тебя цепят Тогда пойдешь Как босс Босс всегда приходит и ждет Ну что Босса воспитали И ее воспитаем Все Скажи Свободно Ну что ты Да Привет Привет Лапы мокрые Снег Собака Так Ты не руку мою На морковку Грызи Нравится тебе сигара Нормальная такая сигара Да Юная еще Месяца 4 ей Зубки режутся Там кстати зубы выпали Ну я в видосе покажу И через пару дней новые выросли Прям пару дней прошло И уже торчат новые На том же месте Обалдеть Я тут немножко поговорил Рассказал Что мы очень хотим Мишку забрать Потому что нам пишут повсюду Каждый комментарий Когда мы заберем мишку Я ей объяснил Что это не потому Что мы не хотим Потому что есть проблемка Которую надо сначала решить Мишка Лапай Лапай Так Ляпай Ляпай Кузя Сейчас тебе хана Я же сказала Что хана А это Кузя Так Линда Нельзя Сидеть Сидеть Молодец Сиди Разбаловалась Разбаловалась Боже мой Господи Бедная Кузька Так Линда Нельзя Хватит Все Линда Не трогай его Линда Он уже злой Он сейчас когти как выпустит Получишь Линда Нельзя Линда Нельзя Ну что ты уже лезешь С ним Такую надумать Делать страху Нет Это Линда Линда Да мне кажется Ему самому сейчас подпеку А шипит Ты посмотри Линда Она скулит Иди Уйди Уходи Давай Иди на место Иди на место Давай Быстро 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 на место Куда Линда Где Линда Я кому сказал Иди на место Ты знаешь где твое место Ну-ка быстро на место Иди на место Быстро на место Молодец Молодец Вот ты умная собачка Умная Молодец отдохни до ложись все ложись полежи все ты устал и им дай отдохнуть тоже кузя так наверное в своей жизни когда не пела как щас на грязи забился уголочек ну это же не серьезно она же его не обижает добрый кот просто кузя очень добрый кот линда ты лучше мишку гонять мишка и сразу по щам лапой так она его побаивается чуть-чуть а кузя такой добряк но она очень хочет с ними дружи линда приходит к там ложится рядом и лежит лежит и хочет заигрывать с ним и так к нему и вся к нему и мордой своей это положит эту морду щемится к нему он убежал все линда ты не бойся ой слушай она гигантская блин надо двигать о на к там хорошо будет прятаться под этой елкой собаки опять она закузи она только подход он уже кричит надо подмести здесь срочно давай короче подметим потом уже наряжать давай а нам бы еще помыть их всех к новому году чтобы в новый год с чистой шкурой кузя куда пошел посмотри какая елочка тебе нравится елочка мишка красавчик мишка слюнявчик так линда что мы тут делали проходим дорогая главное не свалиться порезался это герлянда прими герлянду прими снежинки прям с северного полюса там тоже гирлянды тяжелая смотри что-то тоже новогодние сейчас будем распаковывать а тут у нас самый самый что-то такое что там у нас такое так ребятушки сейчас будем мишка чуть и такое обсерыш стал есть только проблема одна я все удлинители с собой туда забрал этот большой сконутый наш так что у нас тут игрушечки давай вот эту вот верку сердечку сразу куда-нибудь короче давай сначала вот это вот уберем все убрали блин порезался то хватит уже десятый раз сказал игрушки наверно потом до сначала а обмотать надо а можно я сделаю так вот пожалуйста очень уже немного больше надо сначала гирлянду чтобы было красиво потому что будут огни будет красиво я не вообще не спец в этих делах поэтому вешаю как вешаю и сейчас посмотрим что получилось середине ничего нету как нет ну тут с моей стороны что-то вообще ничего нету нормально редко но метко за босса и двор стреляю в упор мама пришла что хочу косточку хочу у тебя зубы есть старый иди сюда иди прыгай сидеть голос хорошо вот молодец дай лапу другую да не эту другую 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 лапу молодец на ешь я не стоп голос а вам что голос ах ты какой ты посмотрите посмотрите на него не смотрите как я ем ах ты на бегалась устала на улицу сходила дела сделала и спать хочется сказать что этот год был трудный и тяжелый но мне как-то стыдно жаловаться с целыми окнами в квартире да и вообще не хочется ничего комментировать и подводить какие-то итоги хочу только пожелать нам всем хорошего нового года все плохое обязательно закончится и настанет время радости однажды затянутся раны приобретенные в старом году потому что вечного ничего не бывает я не знаю каждого из вас лично но я всегда чувствую вашу поддержку и любовь хочу пожелать вам новых достижений и исполнения самых заветных желаний давайте в новом году станем чуть более человечнее и добрее по отношению друг другу и помните что совсем скоро нам с вами нужно будет найти семью малышки поэтому ждем выпуск и делаем все необходимое с его распространением спасибо что были с нами и до новых встреч в новом году в новом году